Привет! Сегодня самый милый и, наверное, самый честный персонаж книги Стива Облонский. Если нужно было создать образ человека, олицетворяющего целое общество, то лучше Стивы, конечно, никого не подобрать. Человек этот заводит семью, шестерых детей, после чего практически о них не заботится. Он не богат, поэтому нельзя сказать, что в доме множество прислуги. Вся тяжесть воспитания ложится на жену. Пошли за молоком. Кого послать? Повар ушел вчера, кухарка вещь собирает в узел, расчет просит. Уходить собирайся. В чем нам нужно стараться из дома? Оставьте! Оставьте меня! Сам же Стива предпочитает покушать в ресторане устриц, съездить на прием и вообще ведет довольно разгульный образ жизни. Он как бы человек инстинкт. Хочется есть – ест, хочется пить – пьет. Ты поддаешься мрачности. Тебе нужно встряхнуться. Поверь, что ты преувеличиваешь. Ужасно. Существенную часть романа Стива выпрашивает какую-то должность, такую же бессмысленную, как он сам. Должность эта довольно доходная и Стива старается ее заполучить, при этом никто не знает, чем он там будет заниматься. Не правда ли здорово? Все мы противостоим соблазнам. Почему-то считается, что это хорошо. Возможно и правда хорошо, я не знаю, надо подумать. Вот Стива совсем им не противостоит. Понравилась девушка – таскается за ней. Понравилась устрица – ест. Нравится компания – будет находиться в ней. Обязательства – это не про Стиву. Он их на себя не брал. Его обязанность, как он это понимает – это сделать детей. А расти они должны сами по биологическим, если хотите, причинам. А я так считаю. Одно из двух. Либо признавать, что настоящее устройство общества справедливо и тогда отстаивать свои права. Либо признать, что пользуешься несправедливыми преимуществами, как я это и делаю, и пользоваться ими с удовольствием. При этом на словах он на себя эти обязательства возлагает. Как-то же он женился, но существенного значения им не придает. При этом человек он скорее добрый, отзывчивый. Если его это не сильно обременяет, может поучаствовать в чьей-то судьбе. Но сказать, что он очень настойчив в этих своих участиях, все же нельзя. Стива! Стива! Папа! 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 Подождите, подождите. Мне нужно пальто Гриша купить. И Тане. Ну дай же мне денег. Денег? Да, да, конечно. Ну ничего, скажи, я потом отдам. Это такой бочонок с вином на легких шарнирах, который катится в сторону ресторана, чтобы славно отобедать. И в этом смысле он прекрасен. Он не строит из себя спасителя России, как Каренин, великого блестящего офицера, как Вронский, большого и очень грамотного реформатора, как Левин, а Блонский – потребитель. Он будет делать то, что вы ему скажете за вкусную еду и хорошее вино. Артишоки – шарман. А суп Мари-Луиз? Ммм. А питье с апельсинами? Божественно. А это мое измлетение. Он согласится и на вино, и еду похуже, но предпочтет получше. Это такой продукт общества потребления, которое, как говорят, возникло много позже. Вы тоже продукт этого общества? Вот посмотрите на себя в зеркало, которое Лев Николаевич любезно вам подставил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты и любите жизнь, так как ее любит Стива Аблонский. Но все же не будьте такими эгоистами. Удачи, пока.